особое мнение на 101 fm 306 в кирове программа особое мнение в эфире яна лапшина приветствую слушателей говорю здравствуйте гостью нашей студии это михаил ковязин депутат кировской городской думы михаил добрый день всем добрый день у меня предложение давайте оттолкнемся от той темы которую мы в развороте сейчас рассматривали эта история с добровольно-принудительной вакцинации так и уже окрестили со вчерашнего дня в москве и подмосковье введено там да подписаны постановление введено правило по которому 60 процентов сотрудников очень многих сфер прежде всего контактных там где много посетителей общепит транспорт образование здравоохранения понятно социальная сфера магазины должны быть привиты обязанность обеспечить это возложено на работодателя сми сообщает о том что штрафы возможны для работодателей до миллиона рублей и мы привыкли но вот глядя на то что у нас происходит с коронавирусом что опыт москвы так или иначе перекладывается как-то на регионы официально пока сказано что заставляет все регионы вводить принудительную или обязательную вакцинацию не будут но там уже видимо каждый решает сам и мы видим что уже несколько регионов в стране это решение приняли можем предполагать что и в кировской области что-то подобное случится или нет но я думаю что действительно да мы очень часто следуем за позиции москвы перенимаем решение в том числе там без каких-то местных реалий поэтому я боюсь что мы такое решение можем принять почему боюсь потому что мне в этой ситуации не нравится слово принудительно то я не против вакцинации ну хорошо пусть обязательно я к тому что обязательно принудительно я просто поясню если идти не про медицинский аспект потому что я не думаю что там кто-то будет спорить но точно в нашей студии мне кажется все согласны что вакцинация это хорошо я жил в советские времена когда вакцинировались и так далее но вот в этой ситуации смотрите с точки зрения вакцинации это хорошо михаил простите перебью но не в этом случае как говорят многие потому что слишком торопятся да торопятся я-то вот хотел бы знаете какой аспект рассмотреть аспект с точки зрения социальных вопросов и с точки работодателя смотрите а ведь никто не спорит что курение плохо но при этом сигареты продают да с ограничениями но их продают понимаете то есть следовательно если государство действительно заботилась бы о здоровье нации то запретить нужно все сигареты как пример везде почему это не сделано потому что естественно нам тут же скажут что возникнет контрафакт возникнет какой-то черный рынок и так далее вот в этой ситуации как бы если мы пойдем по этому пути а я повторюсь я предполагаю что мы к сожалению по нему пойдем что произойдет во первых с точки зрения трудового права я конечно не такой эксперт наверно как другие но нету никакого положения чтобы работодатель работника заставил вакцинироваться нету следовательно за это уволить нельзя лишить премии нельзя ну если говорить про трудовой кодекс поэтому работодатель поставил стоит в такой тупиковой ситуации то есть если может только на удаленку вывести до то есть но если все я гипотетически если сотрудников не хватит тех ну скажем те кто захочет или уже провакцинировался то работодатель вынужден будет закрыться или опять же открываться окно нелегальных моментов когда справки начнут подпольно выдавать рисовать и так далее то есть коррупционный фактор обязательно потому что ведь вот очень часто мы как раз видим ситуацию когда исполнительная власть делать какие-то шаги не предусматривает все дальше повторюсь вот с точки если я работодатель то я поставлен в тупиковую ситуацию то есть если придут меня штрафуют если работники не захотят то посудилом я закрываюсь потому что неким работать и вот и в этой ситуации меня вот это очень сильно смущает потому что государство не предусмотрела никаких других шагов в этой части то есть поэтому если ситуация действительно такая то там как можно было бы это избежать я тоже говорил в этой студии вот мы видим все время волнообразность ситуации у нас был пик мы начинаем трубить во все значит барабаны там и говорим о том что все надо там собраться пережить этот кризис как только ситуация становится чуть лучше в автобусах все ездят без масок в магазинах за ну скажем 50 на 50 где-то просят одеть маску где-то нет просят одеть маску в магазин можно зайти без маски сейчас вот как бы не вместо того чтобы со стороны власти регулярно не прерываясь как вот делались поправками в конституцию к сожалению там когда из всех ящиков страны транслировали то что это полезно и так далее там да хотя моя точка зрения другая вот но вот здесь мы видим что этого мне кажется не хватает поэтому если говорить про первопричины почему сейчас процент вакцинированных значительно меньше ну это нужно спросить у жителей а почему кстати вот ну на ваш взгляд разные есть версии начиная от того что вакцину говорят что слишком быстро ее сделали и бог его знает что там вообще запихали внутрь да вот до того что люди просто вообще в целом разуверились в вакцинах потому что нам слишком много рассказывали о том как плохо работают западные вакцины каким страшным последствиям они приводят то уж мы же привыкли если уж там все плохо да то как же про на что можно хорошо вопрос наверное как раз в отношении к этому людей потому что ну сложно там по всех под гребенку сложно сказать потому что если даже брать тех кто не вакцинировался на мой взгляд вот то что я общаюсь и мне пишут и я разговариваю во первых участие людей еще антитела и поэтому как бы я не могу сейчас сказать сколько это лучшая система здравоохранения но они есть у меня лично например до сих пор еще есть антитела хотя там я там переболел ну менее чем полугода назад но тем не менее вас есть люди которых этого нет но они не понимают зачем это нужно не понимает не знает не хотят и вот здесь как раз государственная пропаганда там назовем так она все должна если они считают для себя это важно то донести до людей что есть что это важно второй аспект безусловно там это сама вакцина и вакцины которые есть но повторюсь здесь лежит в плоскости людей потому что сейчас с точки зрения доступности вакцинации сделано все тут вопросов даже нет то есть если человек захочет вакцинироваться никаких проблем с этим не будет я сейчас говорю про российскую естественно вакцину то есть он найдет время возможность бесплатно вакцинироваться но еще раз говорю раз люди делают не делают это массово то следовательно есть проблемы восприятия этого со стороны жителей и государства повторюсь там идет к сожалению по пути опять же через работодателя вместо того чтобы донести эту информацию сейчас а нужно это сделать было заниматься в январе феврале в марте вот постепенно они просто с телевизора когда дикторы говорят там вакцинируйтесь иначе будет плохо это не работает то есть нужна глубина то есть нужны людям показать какие-то результаты исследований какие-то тестовые группы как это произошло ну даже простой пардокс если мы из средств массовой информации видим как президент у нас на рыбалке находится но мы не видим как он вакцинировался это же тоже для людей возникает вопросы что-то здесь не так почему значит мы с удочкой увидели а вот как вакцину это лично дело нет а лично дело президента ну и рыбалка лично дело президента но мы же на охоте вы видели видели я лично видел ну почему то есть и у многих людей вот отсюда возникает вопрос недоверия к этой ситуации да еще история интересная вообще кстати если говорить о сотрудниках высшей власти там да что на российском уровне что на региональном последние 10 дней выясняются интересные подробности то есть оказывается у нас сергей семенович собянин привился в мае прошлого года губернатор коми привился как говорят феврале двадцатого года у всех вопрос а чем они прививались то тогда может их чем-то особенным прививают это может там вот для простого народа спутник 5 а для всех остальных может быть какая-то супер мега вакцина которая уже давно готова не знаю там лучшими специалистами разработана и вот они сами то привились не показали как они это делают да может как раз по этому может им что-то такое скалывали что простому человеку недоступно поэтому ну люди не идиоты вот ни в коем случае поэтому каждый делает выбор но мы видим результат процент вакцинированных крайне крайне низа и поэтому власть идет по опять же на мой взгляд тупиковом пути потому что ну приведет просто к закрытию бизнеса если повторюсь там не откроется от массово черный рынок и справки начнут рисовать тоже об этом сейчас в социальных сетях говорят уже есть предложение пожалуйста а уже есть да если в интернете набить то предложение такие есть не в кирове сейчас говорю я сейчас говорю про сеть интернет но пожалуйста проблем нету справки делают да михаил вот история между прочим стимулирующая такая но тоже отчасти получается что обязывающая сделать прививку но тем не менее кто же обсуждается это давайте мы попробуем простимулировать людей вакцинироваться путем каких-то ну вот таких моментов связанных например с туризмом и отдыхом да причем не только касательно зарубежных стран тот же кипр например да все говорят что там либо ты вакцинированный из к вида паспортом вот этим сертификатом вакцинации свободно ходишь либо ты значит сидишь в отеле и выходишь за пределы отеля один раз в день отправляя при этом смс ну то есть вот эта история она стимулирует ту же самую вещь предлагают сделать с российскими курортами хочешь куда-то поехать до в другой регион из своего региона пожалуйста будь добрый вакцинируйся и паспорт покажи иначе не выйдешь но вот это другая же будет работать слушать ну если она будет только в этом ключе нет потому что ну не все люди ездят на курорты но это как один из элементов опять же если то что я говорил в начале передачи про курение то есть есть компании которые поощряют сотрудников которые не курят то есть они выдают им премии дополнительное там значит время для отдыха и так далее то есть это но это работа в комплексе то есть если человек видит на сигаретах что это зло у него в рабочей жизни в быту там тоже есть ограничение в том числе ограничение мест курения и так далее он делал какие-то шаги поэтому с точки не пропаганды если она необходима для государства вакцинации 1 этапа недостаточно то есть только скажем работа по внутренним туризм не сработает необходимые другие шаги и повторюсь и мотивирующие шаги и пропагандирующие шаги то есть люди должны видеть какую-то там историю положительного успеха сейчас они видят что им говорят что это нужно но какой-то связанной концепции в этом как бы нет то есть у людей остаются вопросы они на них не отвечают никто их не может ответить поэтому я пока подожду вот как раз 80 процентов даже 90 тех кто не вакцинировался ответ как правило я подожду подожду посмотрю не посмотрю а вдруг все само пройдет там посмотрю знаете как с любым продуктом он все равно становится все лучше и лучше значит там люди предполагают что есть какой-то апгрейд вот через полгода вакцина вот еще там лучше то есть вот и у людей нету не их никто не разубеждает то есть вот они поэтому и ждут таких мне кажется вот ну тех с кем я общал таких большинство среди тех кто не вакцинировал а вам как кажется материальные какие-то плюшки они простимулировали были людей охотнее вакцинироваться но вот я понимаю что не сопоставимо конечно трехкомнатные квартиры в серпухове и билеты в цирк в кирове да два два разных полюса что называется о том как живет москва и вся остальная россия но тем не менее какие-то дополнительные там материальные блага которые может человек получить может его простимулировать точно на всех вот опять же если пример из того что мы давно видели но материнский капитал если пообщаться с теми кто воспользовался им среди них есть те кто безусловно пошел за деньги как это не странно звучит но большинство для них это был просто один из дополнительных стимул но главная была задача конечно же не не материнский капитал не деньги получите ребенка части людей это зацепит безусловно там потому что мы к сожалению живем в такой ситуации когда достаточно высокий порог высокая доля людей там проживающие ниже проживающего мира поэтому для кого-то из них но тоже не для всех это появляется будет стимулом но это не хватит это не ну не является материальной мотивации там единственной то есть нужно быть в комплексе знаете как свое время советские времена там сама пропаганда говорил о том что ну среди мальчишек там очень здорово хотеть и всех хотели быть космонавтом но это же склалось не только из одной передачи про юрия гагарина это была комплекс мероприятий в том числе там литература обучение там телевидение то есть это все было в том числе наглядные примеры поэтому вот с точки не вакцинации вот этой истории пока нет на мой взгляд а ну еще кстати говоря мы на этом закончили разворот вот мы как люди которые сходили буквально там пару дней назад привелись сами посмотрели как все это работает вокруг мобильных пунктов я могу сказать что там нет праздника то есть вот то о чем нам когда-то рассказывали наши коллеги из москвы когда ты приходишь в торговый центр там тебе тут конфетки тут водичка тут чаек с тобой разговаривают все там шарики фонарики у нас к сожалению даже лавочек нет это большое упущение департамента министерства здравоохранения я прям вот призываю ребят возле мобильных пунктов вакцинации на театральной площади еще где-то необходимые места где можно присесть может быть это сделано специально чтобы люди рядом не сидели а соблюдают социальную дистанцию конечно вот я думаю нет я думаю не подумал даже ужасно просто поставили еще 15 человек в очереди на вакцинацию если сейчас мы хотим усиливать там пропагандистскую работу и сделать так чтобы вакцинировалось больше человек об этом говорит дмитрий курдюмов но давайте тогда возле мобильных пунктов как-то оборудуем какие-то хотя бы посадочные места я уж не говорю про кулер с водой сделать и как советское время было на избирательных участках да когда туда приходишь дефицитным товаром это же не просто так было сделано в том числе чтобы повысить фактическую явку хотя частично и рисовали но тем не менее это было сделано то есть на самом деле все уже придумано до нас назовем так просто к сожалению опять же все часть мероприятия они происходят ну просто вот сказали надо сделать и не подумали о людях потому что я вас уверяю что естественно правительство области не будет прививаться в мобильных центрах они делают это по-другому поэтому они даже не понимают то что вы сказали вы это нужно пройти этот этап посмотреть что не хватает и сделать ну или опять же посмотреть что сделали в других регионах или в другое время здесь же у нас сейчас говорить в общем вперед всем надо наверное напрячься немножечко да и подумать как сделать так бизнес удачи и пережить очередной к сожалению там локдаун да потому что основная нагрузка конечно к сожалению ляжет именно я сейчас говорю на владельцев бизнеса потому что повторюсь то что искал вначале на мой взгляд и если делать все по закону то ситуация встанет тупикова то есть если работники скажут мы не готовы все их не уволить не убрать только перевести на дистанционку но тогда некому работать тогда бизнес закрывать то есть вот только такой стимул на возможно заставить работников вакцинироваться там если к этому придет но это неправильный стимул конечно же в таком случае я все-таки власти призывает до к разумным каким-то шагам я знаю что вроде бы в понедельник будет собираться вот этот оперштаб по коронавирусу да и принимать какие-то решения в том числе и ограничительные какие-то решения потому что роспотребнадзор уже просит вести некие ограничения в нашем городе по работе бизнеса там в том числе да вот если эта история с вакцинацией тоже будет обсуждаться то пожалуйста подходите к этому моменту разумно да понимаете что киров не москва и здесь сотрудника найти взамен выбывшего найти сотрудника вакцинированного может быть не всегда будет просто михаил ковязин в нашей студии депутат кировской городской думы и мы продолжаем на прошлой неделе михаил вы получили неприятное известие о штрафе да за участие в форме муниципальных депутатов в подмосковье или москве 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 в измайлово да по моему в центре москве должен был проходить этот форум к сожалению все делегаты приехали только-только собрались начать но форум не состоялся значит высадили всех его участников развезли по отделениям полиции в связи с тем что организатором форма якобы выступала нежелательная в россии организации я на самом деле не знаю там какая-то тоже странная запутанная история вас оштрафовали на 10 тысяч рублей и вы собирались подавать апелляцию подалили да апелляцию точно буду подавать сроки еще не прошли я обязательно это делаю то есть мы подготовили уже с моими добровольными помощниками еще раз всем большое спасибо кировским юристам кто активно со мной работа по этому процессу вот надеюсь никаких последствий для них не будет что в этом этом мире экстреме сложно загадывать вот апелляцию мы обязательно подадим материалы себе подготовили вот время еще не вышло и безусловно я у меня впервые из такая история вообще впервые в суде в качестве там скажем ответчика да и вот потому что безусловно наверно как у многих были штрафы гибдд и вот пожалуй все вот и ситуация всегда ящик и более того я до сих пор считаю что с точки не системы судебной она там должна быть истинной в последней инстанции но что касается моего субъективного мнения моего особого мнения там до моих рассуждений я считаю что в данном случае безусловно там политический фактор взыграл потому что все юристы с кем я показывал материал дела не грех если убрать политический момент то его бы закрыли не доведя до суда потому что столько нарушений когда уголовные преступления закрывается это еще мне говоря рассказывали действующие адвокаты по уголовным по административным делам потому что действительно достаточно много моментов поэтому я надеюсь что апелляция а это уголовная административная история административная я просто как поясню что на самом деле даже в уголовных делах за те процессуальные нарушения которые там есть они прямо ну видны их даже никто не пытается скрыть то дело разваливается я просто про это понятно не доходит до суда а здесь получается что все что важно для ну с точки зрения нарушений там суд это убирает говорит ну это все процессуальные огрехи закрывает на них глаза да а вот штраф пожалуйста штраф пожалуйста причем штраф дали бы максимальный но за счет того что у меня есть несовершенную дочь и этом тоже в документе в материалах есть не вы снизили вот не знаю там добрые какие добрые потому что обычно в регионах штрафы к слову грях если говорить про регионы в последние три недели начались решения по в пользу отмены то есть никакие ну в ряде регионов и это говорит о том что все-таки же когда как сказать слынули эмоции то больше ряд судов они все-таки же объективно посмотрели на ситуацию и эта ситуация происходит в многих регионах я надеюсь их будет все больше и больше потому что если первые два месяца было просто всегда да 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 штраф 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 вопрос был сумме то вот особенно что изменилось в мае месяца в июне как бы вот начались пока отдельные носить но уже такие весточки когда суд действительно говорит это что доказательной базы недостаточно для того чтобы вынести какое-то решение то есть он не говорит что там там он невиновен это вопрос говорит о том что материалы недостаточно для того чтобы принять объективное решение потому что сама статья она предупреждает что я должен был заведомо знать повторюсь заведомо знать что форум организован организации нежелательно в россии туда приехать и принять участие вот и мои доводы о том что я безусловно не знал более того они не принимаются и более того даже проверка которая проводилась там центром по экстремизму в ней даже тоже сказано что я предположительно мог бы знать но слово доказать что я полностью то есть этого нет поэтому без каких-то особых наверное иллюзий они у меня уже спали вот но тем не менее апелляцию пойдем более того мы пойдем дальше потому что здесь вопрос для для первую очередь для других там не для себя для других потому что чтобы люди видели что истина есть и для нее можно добиться ну лету просто потребует чуть больше времени вас эта история в целом чему научил он то есть вот понятно эта процедура со штрафом и и все остальное да юридические какие-то тонкости в которых вы погружаетесь вы дальше планируете участвовать каких-то мероприятиях там общественного характера или вы теперь будете 10 раз там проверять все бумажечки вычитывать со всеми списками минюста сверяться не включена ли организация в какой-нибудь из запретительных списков потому что у нас много поэтому много раз спросили почему же вы не узнали ну я же узнал я зашел в интернет есть там обведен демократ нужно выжило дальше копнуть что и когда в материал дела повторюсь специализированные службы мвд ну может не только мвд представляли свой анализ ну это реально несколько дней работы погрузиться только в этом чтобы выяснить досконально предположить потому что там тоже нет а там история следующая то есть организовывала форум официальная организация которой нет никаких претензий да как я понимаю а просто один из сотрудников этой организации якобы по мнению он да якобы сотрудничает да с нежелательной которая как бы при этом и в россии есть другая открытая россия это я уже потом в процессе суда как бы вот и она долгое время существовала и пока ее не закрыли сами же участники но это не та но к сожалению большому это история с тем что две разных открытых россии нежелательных и которые вроде бы без претензий она не работает в случае например анастасии шевченко да который вынесли приговоры которые тоже к британской организации вроде как никакого отношения я более того скажу я в москве есть несколько других открытых россии и некоторые занимаются коммерческой деятельностью и я их приводил просто в интернете если написать то выводится конкретно о откуда вы должны знать какая какая из поэтому здесь ну еще сгорю там это долго можно говорить но это если к вашему апелляция ваше где будет рассматриваться вы куда ее кстати кирове будет да это октябрьский районный суд потому что был первый мировой значит но чему научила ну во первых я всегда говорил и там на выступлениях в думе и жителями что на мой взгляд я до сих пор там и считаю что работа депутата кировской городской думы это не работа политика это работа такая хозяйственника это работа представителя жителей по хозяйственной части это не политический вопрос на мой взгляд и и эта ситуация мне ну две вещи меня натолкнула я понял что я не хотел никогда особо заниматься политикой вот повторюсь в моем понимании вопроса вот но к политика сама ко мне пришла потому что я ехал на форум решать экономические вопросы назовем это так хозяйственные вот так бы даже проще даже был список вопросов там к своим коллегам в решении суда мне написали что я чуть ли не предполагал свержение режима значит потому что там сказали что в повестке звучали вопросы они значит недостатки существующего строя и нелегитимности выборов хотя в повестка опять же она есть никаких вопросов таких близко даже не было повторюсь на мой взгляд потому что я вот по-русски прочитал вот так вот и и поэтому я политика ко мне пришла это неизбежность я сейчас точно рассматриваю вопрос если это не будет запрещено законом участвовать ближайших выборах там потому что ну повторюсь там я в эфире об этом говорил у меня были сомнения по поводу целесообразность сейчас я вижу для себя целесообразность потому что нужно эти в ситуацию обсуждать в законотворческом плане потому что достаточно много принято было законов это поправить попирающих вот а с точки не участия но безусловно там я не идиот и сейчас если меня пригласили бы я безусловно бы было бы интересно но наверное чуть больше времени я бы посмотрел с точки неорганизации потому что к сожалению мы живем в таком мире там но я по-прежнему считаю что участвовать нужно мы не живем в отдельном мире город киров мы живем в нашей россии и безусловно то общение которое произошло у нас к сожалению там в автозаке в стенах изделения по полиции она была практическая потому что еще сгурю там с точки зрения как происходит например вопросы землеустройства и землепользования перевода земель в перми вот я получил такой бесценный опыт что как в автозаке в автозаке да к сожалению в автозаке что в принципе как бы ну это стоило достаточно много часов если бы я изучал его самостоятельно ну как пример там как устроена опять же система самоуправления там в городе томск и в чем его особенность там и какие как решает антидельные вопросы то есть я про такие вопросы то есть мы точно не обсуждали кто нас посадил и сейчас мы пойдем на митинги и моя же позиция всегда там я считаю что нужно идти законным путем и слово опять же история когда я выходил в суд значит против администрации по дорогам это моя позиция по этим вопросам то есть мы не не выходили на на улицу дзержинского там и не переграждали путь хотя например там исходя из материала в дело в это вот у меня туда почему-то все вы выходили вы выходили то есть мы я считаю что нужно решать законным путем уверен что ситуация разрешится в мою пользу вопрос только во времени сейчас через месяц через год через десять лет но правда восторжествует намерены бороться и хилка вязин депутат кировской городской думы кстати говоря о митингах да я вот первый раз вижу такое в кирове не знаю возможно я ошибаюсь вчера написали 7 на 7 об этом в кирове полиция потребовала с активистов компенсацию в 283 тысячи рублей за работу на протестной акции речь идет об активистах владимире а вадиме ананине и михаиле семенове организатором не за несогласованные акции 23 января и собственно говоря вот им вменяется то что сотрудники полиции вынуждены были выходной день вывести дополнительные силы на улице города чтобы обеспечить порядок мы об этом поговорим после небольшого перерыва рекламного особое мнение на 101 фм михаил ковязин в нашей студии это сегодня его особое мнение мы продолжаем в кирове под полиция потребовала с активистов-организаторов несанкционированной акции 23 января 283 тысячи рублей за работу в выходной день за то что вынуждены были вывести дополнительные силы сотрудников и спецтехники по моему в нашем городе первый раз такое происходит да вижу что одновременно 7 на 7 сообщает то же самое требование направлено было активистов в городе пензе в москве мы уже привыкли к подобным там да даже бизнес по моему выставлял организатором акции какие-то требования за упущенную выгоду и битые стекла по моему да слушайте ну вот это я не знаю что это еще один способ бороться с несанкционированными акциями ну наверно это способ бороться потому что я не не с точки не юридической наверное хочу там поднимутся ситуацию с точки не здравого смысла это такой штраф в квадрате потому что я предполагаю я точно не уверен но предполагаю что штраф им уже выписали вот тем кто да 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 там есть вот и сейчас еще хотят и вот опять же из той жизни который мы привыкли жить это то же самое что если вас остановил сотрудник гибдд за превышение скорости он выписал вам один штраф а через какое-то время вам придет счет за амортизацию служебной машины за часть заработной платы за форму вот и еще за что-то там не знаю за то что он за чернила в ручке и благо чернила в ручке что за то что он не поехал на день рождения к тещу извините за автологию поэтому вот мы туда идем то есть и но так же не делают потому что безусловно для этого должна быть соизмерима сумма штрафов поэтому это на мой взгляд вопрос чтобы таким образом бороться с теми вещами которые пока государство не может по-другому влиять да слушайте вот я тут просто читаю раскладку да что называется затраты на выплаты сотрудникам 90 тысяч рублей и эксплуатацию машин 200 тысяч почти слушайте а вадим аноним на человеку в отношении которого выставлено требование говорит о том что вообще-то ну это задача полиции это работа у них такая обеспечивать общественный порядок и неважно выходной это день или нет ну то есть во время великорецкого крестного хода они же выходят и обеспечивают порядок хотя официально великорецкого крестного хода кстати не было не собирает на выходе чтобы а теперь скинулись сотрудники по поломники до сотрудники которые там в принципе бензин пожег и так далее ну не ему неправильное слово прошу прощения это на его содержание вот так правильно но это уже не происходит и но и поэтому как бы наша юридическая система имеет некую предвзятость на мой взгляд потому что если уж мы идем туда и так считает государство ну давайте тогда идти во всем и но тогда возникает вопрос зачем нам нужно тогда извините государство если все затраты мы платим дважды и в виде налогов на содержание тех же полиции и в виде еще дополнительных трат потому что ну по сути ведь все эти затраты налогоплательщики закрыли то есть им заплатили дефицита нет в бюджете из-за этого следовательно и деньги закрыли за счет нас самих и теперь это еще плюсом вы еще заплатите за это ну смешно но не было бы так грустно если бы не это не происходило в городе где мы живем до 28 июня первомайский районный суд будет рассматривать требования в общем следим за событиями да еще несколько тем у нас впереди и очень мало времени по теме капремонта хотела михаил с вами поговорить вчера появилась информация о том что может быть поднят впервые за три года платеж за капитальный ремонт со следующего года при этом мы видим что фонде капитального ремонта постоянно меняются директора на законодательном собрании позавчера или вчера по моему задавали на одном из комитетов вопроса где уже вообще постоянный директор человек который возьмет на себя ответственность за работой этой организации обещали что появится в третьем квартале этого года ну смотрите парадокс опять же системы мы сейчас не будем обсуждать вообще как он появился в четырнадцатом году капремонт на мой взгляд это было просто такое скрытое повышение еще один скрытый налог это мое особое мнение вот но по факту что сейчас происходит и почему нелогично вообще не то что поднятие но и дальнейший сбор сейчас фонде капремонта мы сейчас говорим не про спецсчета про фонд капремонта внушительная сумма денег которая не может быть израсходована уже на протяжении нескольких лет как это ни странно в данном случае если там эффективность фонда капремонта чем меньше денег тем лучше как это ни странно поясню почему потому что деньги которые собирают жители не должны работать я и если деньги растут и копятся то это значит что мы их не должны собирать ну в точке логики потому что опять же на примере своего дома мы на спец счете мы каждый год проводим работы по капремонту практически в ноль убираем эти затраты потому что и деньги они не растут инфляция растет съедает поэтому съедается поэтому зачем собирать деньги чтобы их не тратить но с точки зрения бизнеса логики никакой нету с точки зрения повторюсь отдельного дома логики никакой нет тогда давайте не собирать значит у нас происходит при том что фонд капремонта растет эффективность его конечно к сожалению в силу в том числе законов она очень странная потому что я уже тоже говорил о том что у нас в моем округе в этом году дома которые повторюсь не на спец счете в капремонте и они были начались работы но при этом изначально были работы по утеплению по утеплению по утеплению покраски фасада утеплений не надо сказали зачем ну не так сказали конечно но и самое парадоксальное в рамках закона они правы потому что жители доверили туда деньги и фонд капремонта если выполняет определенные там инструкции он может делать что угодно он может сначала сделать крышу а потом все остальное или наоборот фасад не сделан он будет делать там не знаю проводку ну то есть вот в этой части конечно же жители платят деньги ими не управляют а фонд капремонта неэффективных расходов хотя безусловно подводные камни которые там все знают там рост строительства жилья она есть но для этого и нужно управление фондом капремонт поэтому я бы безусловно призывал бы все дома перейти на спецсчет но к сожалению дома малоквартирные дома достаточно ветхие которые еще не аварийны но ветхие станут не выгодно им не выгодно им никогда не отбить тогда им необходимо будет повышать тариф для того чтобы не брать деньги с общего котла вот но тренд вичи такой есть если вот посмотреть то что сегодня звучали цифры бы все больше домов с каждым годом домов относительно новых хороших по квартирам по площадям уходит на спецсчета это говорит о том что люди включают голову и в принципе через какое-то время произойдет то что произойдет например с муниципальной управляющей компании муниципальная управляющая компания очень плохой жилой фонд вот с фондом капремонта на мой взгляд произойдет то же самое сейчас не поменять картину да он будет но в нем будет денег все меньше и меньше потому что собирать туда будут деньги только те дома которые не могут самостоятельно вести спецсчет им это невыгодно а содержание ремонт этих домов будет обходиться очень дорого конечно и в итоге вот они будут все время затыкать дыры вот и и все мы просто тупиковая ситуация решить ее можно но для этого нужно там как минимум правленческие кадры которых как пока мы видим их недостаточно две минуты у нас на еще одну важную тему ты плюс ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях вчера вечером релиз распространила организация речь идет о детских площадках парковках расположенных на трубопроводах вот та история которая два года назад поднималась и хотели вроде все это выносить то есть вот этих опасных зон да ну ситуация на север садовый послужила поводом девочка провалилась в яму с кипятком да сожалею там этому происшествию но безусловно это куда выносить то михаил то есть два года назад тогда говорила по моему даже елена ковалева что город найдет какие-то площадки рядом там с домами куда это может быть не город это обяжут собственников жилья если говорить про придумать и ну то есть две вещи если это муниципальная территория безусловно это город придумает территория и на мой взгляд 99 процентов я в этом уверен это будет проблема жителей но по закону их обяжут перенести то же самое что если условно там ваша музыка мешает соседям вас заставят ее выключить вот примерно здесь то же самое то есть утрированно тем не менее я считаю что это нужно сделать почему не сделано ну наверное там это вопрос уже к т плюс там контролирующим органам но я считаю что это правильно потому что жизнь человека превыше всего а если ситуация окажется такой что нет рядом с домом участка дом без детской площадке тогда дома останется к сожалению я сейчас говорю с точки зрения законодательной базы она останется без детской площадки или без парковки или без парковки да и вопрос там про придумывая территория это вообще тема отдельного разговора потому что у кого-то и и слишком мало а кому-то в предыдущую территорию отдают целые улицы улицы по которым ходит транс транспорт спецтехника и дома вынужденных очищать поэтому здесь если переходить в этом случае я считаю что если действительно законодательная база позволяет их заставить то убрать и к сожалению это нагрузка на собственников и это не такая некая неизбежность данной ситуации с этим ничего не сделать и нужно или обустраивать место в другом вот или там договариваться с соседним домом и участвовать в проектах там по моей чтобы вместе сделать то есть она не тупикова но она вот данном случае ее сделать необходимо очень быстро чтобы в следующем году или в этом не дай бог мы снова эту ситуацию не повторили михаил ковязин в нашей студии депутат кировской городской думы мы заканчиваем нашу программу спасибо большое михаилу да спасибо всем здоровья всего доброго особое мнение на 101 fm